Ты Венера, я Юр Питер, ты Москва, я Питер, люди помогите, дышать. Ты Венера, я Юр Питер, ты Москва, я Питер, на одной орбите, опять. Ты Венера, я Юр Питер, ты Москва, я Питер, люди помогите, дышать. Ты Венера, я Юр Питер, ты Москва, я Питер, на одной орбите, опять. Всем привет! В общем, я уже нахожусь в Питере, приехала я из Москвы, мы даже с вами толком не успели познакомиться, я сразу включила музыку, сразу какие-то кадры города. Меня зовут Настя, и вы на моем канале, это мое первое видео, будет что-то наподобие влога. Я не знаю, что будет на этом канале в дальнейшем, возможно, какой-то мой дневник, и я просто так буду публиковать видео для воспоминаний. В общем, я сама из Москвы, сейчас я приехала в Питер, и мы уже заселились, сейчас поедем гулять и кушать. Кстати, в этом отеле мы всего лишь на одну ночь, завтра пойдем в совершенно другое место. Отправляйтесь вместе со мной и ждите новых видео. В общем, мы сейчас пришли в одно кафе, бабушка порекомендовала, мне здесь уже очень нравится, сейчас попробуем еду, надеюсь, очень вкусно. В этом кафе очень вкусно, безумно вкусно, всем советую, мне кажется, теперь, когда я буду приезжать в Питер, я обязательно буду приходить в это кафе. Это прям фаворит. Мы сейчас гуляем по Невскому и встречаем закат. Сейчас зашли в Азбуку вкуса, чтобы купить воды, взять с собой на завтра. И у меня садится телефон, и мне кажется, все остальное я буду снимать уже по приходу в гостиницу. Так, взяли водичку, не знаю, много, не мало, взяли водичку и... У меня сел телефон, поэтому хожу с паурубанком. Кстати, вот так выглядит наш номер. Он достаточно большой, еще помещение вон там, достаточно большой туалет с ванной, поэтому, в принципе, одну ночь провести, почему бы нет? Нам завтра уже рано утром уезжать. Вот, кстати, наш вид из гостиницы. На самом деле, хорошо, что не выходит на проезжую часть, потому что не так шумно. Купили целый пакет воды. Да, ребят, здесь только одна вода. Я реально советую, она, как по мне, и вкусная, и качественная. Вот такую я еще купила. В Москве никак не могла найти с лимоном и лаймом, был только арбузный и киви вкус. На самом деле, Питер и Москва для меня совершенно два разных города, и я их люблю одинаково по-своему. Москва мой родной город, Питер, я приезжаю сюда только второй раз, и я приезжаю сюда с таким воодушевлением, что я здесь буду отдыхать, наслаждаться атмосферой, мне слишком нравятся питерские вайпы. Здесь очень медленный темп по сравнению с Москвой, и на самом деле здесь правда отдыхаешь, потому что в Москве ты постоянно куда-то спешишь, боишься с чего-то не успеть, куда-то постоянно опаздываешь. Есть такие люди, которые не опаздывают, это очень круто. В Питере ты вдыхаешь, и у тебя полноценный вдох и полноценный выдох. Я на самом деле очень хотела, чтобы я приехала в Питер пораньше, потому что, в принципе, мы должны были приехать сюда завтра рано утром, и поехать сразу в Питергоф, не оставаясь в городе. Но я очень хотела погулять, очень хотела посидеть где-нибудь в каком-нибудь кафе, потому что мне в прошлый раз не хватило прогулок, и мы были только на экскурсиях, только ездили по каким-то местам питерским. Это тоже очень круто, но я хотела прям погулять и насладиться летней атмосферой Питера. И сегодня это свершилось, пускай не надолго, не на целый день, но мне очень понравилось, поэтому я прям, честно говоря, довольна. Сейчас я пойду уже в душ, умываться, ложиться спать, потому что нам завтра рано вставать. Я надеюсь, что получится очень круто, я надеюсь, что я не буду забывать снимать, я надеюсь, что не получится слишком долго, в общем, я не буду говорить много, я просто говорю вам спокойной ночи, и увидимся завтра. Всем спокойной ночи, люблю, целую, обнимаю, до завтра. Всем доброе утро. Белые ночи в Питере это что-то, но я все-таки уснула, мне не спалось, но я все-таки уснула. Для чего я, собственно, взяла полотенце и сделаю небольшую тренировочку, все соберу, оденусь, и мы пойдем на завтрак. На самом деле погода безумно классная, я уже чувствую, правда, что сегодня будет опять жарко, но радует, что мы поедем в пригород, не будем в городе, не будет этого асфальта, и будем мы в парке, поэтому мне прям светит в лицо солнце. Мы сейчас будем ждать определенное время, будем ждать нашу группу, с которой мы поедем уже в пригород, едем мы сегодня в Гальчином, я вас беру с собой, и вот такое, кстати, у меня летнее красивое платьице, я надеюсь, что мне в нем не будет жарко, и вот такое жерелье из бисера. Девушки, пучок в такую жару, это самое то, мне кажется. Так, в общем, мы уже приехали, сзади меня находится памятник Александру Третьему, и маленькая информация, Сибирь город Гатчина является условной столицей Ленинградской области. Это то чувство, когда вся твоя группа находится вон в тех залах, а я пошла в какую-то галерею, которую вы только что видели, здесь показывается кинохроника, и слышны такие звуки. Тут, кстати, никого нет, я сейчас здесь нахожусь одна, но... Здесь отдельный вид искусства, рояль, и вот эти потолки с люстрами. Вот у вас стоит такая кровать, огромная такая, целый зал, и вы просыпаетесь, прям как королева. Просто представьте, как по этой лестнице величественно спускались знатные особи куда-нибудь на прогулку, или на первый этаж, чтобы посмотреть с балкона, с открытого окна вид на свой сад. Мне иногда кажется, что я рождена не в том веке. Я вам сказала по поводу того, как здесь спускались величественные особи. Я в платье, спускаюсь здесь сама. У меня какая вычурность, но все очень красиво. Отдельная любовь — это всякие сувенирные магазины при любом музее, в любом городе, в любом месте. Везде, где есть сувениры, обязательно будут книги, и это главное. Ну что же, наше путешествие по музею, по дворцу подошло к концу, и сейчас мы вышли на улицу, где парилка на самом деле, и безумно хочется остаться в помещении. И вот сейчас мы перешли в парк. Моя нелюбовь ходить вместе за группами, путешествовать рядом с ней, но осматривая все сама и намного быстрее, иногда встает мне боком, потому что сейчас меня не хотели пропускать в этот прекрасный сад, просто потому что я задержалась, фоткая одну девушку, и меня просто не хотели пропускать, потому что решили, что я не со своей группой, что это не моя группа. Парк просто огромный, здесь так красиво. Вы просто представьте, какими должны были быть русские женщины, они должны быть просто сильными и по ментальному здоровью и физически, чтобы пройти такой огромный масштаб парка вот в такой жаре не спариться, выдержать, не упасть. Но хотя они ездили, скорее всего, на каретах, нежели передвигались пешком, но все равно. Я не снимала обед, мы сейчас должны вернуться обратно к автобусу. К нам, кстати, у меня есть вода теперь. По факту, я не люблю никакие эти экскурсии, просто на них еду. Да, почему я на них еду, если я не люблю? Потому что я на них еду. Окей, я не буду возникать, просто посмотрите опять на эту красоту. На самом деле, снимать сил вот этот прекраснейший музей у меня просто уже не было. Я вышла на задний дворик, пока там велась экскурсия, поснимала, пофоткалась. В инстаграме есть видео, могли уже видеть. Над, воду взяла на входе. Ее, кстати, с собой нельзя брать вовнутрь, нужно оставлять, не дай бог, что-то разольется. Я сейчас сижу на солнышке, уже в Петергофе, уже заселились, сейчас, наверное, пойдем прогуляемся. Я легла сегодня в 3, проснулась в 6, поэтому я достаточно устала. Мне кажется, я сегодня полностью прям загорела и плечи, и лицо, и руки, потому что такое солнце, было такое пекло. Буду сейчас разбираться. На этом все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вскоре будут новые видео, места, темы. Надеюсь, вы останетесь со мной. Оценивайте это видео и пишите в комментариях, нравится ли вам Петер. Подписывайтесь на этот канал. До скорых встреч. Люблю, целую и обнимаю. Ваша Настя.